Слава Богу, Церковь! Пришло время, занимайте ваши места, мы будем начинать служение. Прекрасный сегодня уже весенний, да, воскресный день подарил нам Господь. Хотя дожди немножко льются, да, погода пасмурная, но я верю, что вы с хорошим настроением, что вы пришли с радостью в Дом Божий. Аминь, Церковь! Я приветствую каждого из вас, приветствую тех, кто, может быть, первый раз пришел в наше служение, также тех, кто, может быть, через онлайн-трансляцию смотрят нас. Пусть Бог сегодня благословит каждого из вас, пусть Божий Дух и Его благословение пребудет на вас и на ваших семьях. Я хочу, чтобы мы сегодня вместе прославили, я попрошу, чтобы группа, она уже поднималась сюда наверх, и мы вместе будем прославлять того, кто достоин славы. Мы будем прославлять того, через которого сам Бог проявил свою любовь для нас, для всего человечества, через жертву Сына Своего, Иисуса Христа. Он излил Свою любовь к каждому из нас. И я призываю вас, чтобы мы сегодня прославили Его со всей хвалой, со всей благодарностью, чтобы мы сегодня открыли наши сердца, чтобы мы сегодня просто открыли наши голоса, чтобы мы, возможно, не были как раньше, но по-новому мы могли пережить сегодня Его на этом месте. И я желаю, чтобы мы с любовью, друг к другу, с любовью к нашему Отцу, просто могли прославить Его, прославить Его за жертву, которую Он явил для нас. Давайте мы поднимемся, и мы будем вместе с группой, мы будем вместе со всеми нами просто открывать наши сердца. Я желаю, чтобы сегодня Дух Божий, Он наполнил ваше сердце, чтобы сегодня Дух Божий, Он просто опустился на это место, чтобы сегодня Его любовь объяла каждого из нас. И мы прославим Его, мы поклонимся Отцу нашему, мы воздадим Ему славу, аллилуйя! Мы будем поклоняться Ему и будем прославлять Его, потому что Он достоин славы, Он достоин хвалы, аллилуйя! Господь, мы славим Тебя, мы поклоняемся Тебе, воздаем Тебе славу, воздаем Тебе хвалу, Ты достоин, Отец наш, Ты достоин, Бог наш. Спасибо Тебе, спасибо Тебе за проявленную любовь, за Твою любовь к нам, людям, ко всему человечеству. Ты в Сыне Твоем явил Твою любовь, аллилуйя! Мы благодарим Тебя, Иисус! Мы благодарим Тебя за Твою жертву, мы благодарим Тебя за Твою пролитую кровь, аллилуйя! Слава Тебе! Хвала Тебе! Благодарность Тебе, Иисус! О, Дух Святой, хвала Тебе! Мы так благодарны, что Ты сегодня с нами, мы так благодарны Тебе, Дух Святой, что Ты обнимаешь нас Своей любовью О, Романа Да будет наполнено Это место Славословием Тебе, Господь Да будет вся хвала Тебе в доме, в Твоем Иисус, Аллилуйя Мы благословляем сегодня Именем Твоим друг друга Благослови, благослови Господь, служение группы Благослови, Господь, благослови Все пение, всю хвалу и славу Воздаем Тебе, Господь Благослови, Господь Также то слово, которое мы будем Слышать сегодня, благослови Господь, дай нам принимать Это в наше сердце, в нашу жизнь Дай нам жить, Господь Твоим словом, Аллилуйя Мы благодарим Тебя Мы поклоняемся Тебе Дух Святой, Господь наш Аллилуйя, Аллилуйя Будь возвеличен, будь прославлен Ты достоин, Ты достоин, Господь Ты достоин, наш Бог Всей славы, нашего поклонения Аллилуйя, Аллилуйя Аллилуйя, 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 Аллилуйя, Аллилуйя Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Слава Тебе, Господь мой, всем от души Слава Тебе, великий Бог Я пою Тебе, всем сердцем, Бог мой, всем от души Слава Тебе, мой Бог Руки Господа под крылок кровь Аминь, Аминь Но дворцы не могли держать Его Аминь, Аминь И любовь Отца для нас течет Аминь, Аминь Слава Тебе, Господь мой, всем от души Слава Тебе, великий Бог Я пою Тебе, всем сердцем, Бог мой, всем от души Слава Тебе, мой Бог Ты вечный святой Суши вовеки веков Ты был и есть и вновь Градёж Ты вечный святой Суши вовеки веков Ты был и есть и вновь Градёж Ты вечный святой Суши вовеки веков Ты был и есть и вновь Градёж Ты вечный святой Суши вовеки веков Ты был и есть и вновь Градёж Слава Тебе, Господь мой, всем от души Слава Тебе, великий Бог Я пою Тебе, всем сердцем, Бог мой, всем от души Слава Тебе, великий Бог Я пою Тебе, всем сердцем, Бог мой, всем от души Слава Тебе, мой Бог Слава Тебе, мой Бог Слава Тебе, мой Бог Арилуя, мы поем Тебе, Господь Мы поем Тебе, наш царь Арилуя, потому что Ты сделал, Господь, для нас много И Господь Иисус Ты отдал Своего Сына, Бог За нас, Господь И мы можем мыть общение с Тобой сегодня Господь, можем пригодить Твое присутствие, Господь И черпать от Тебя, Господь, любви Господь, милости, Господь Исцеления, Господь Нашим немощам, Господь Мы имеем всю полноту в Тебе, Господь. Слава Тебе, Иисус, за эту великую победу, Иисус. Слава Тебе, Господь, за двери, которые были открыты для нас, Иисус. Через жертву Твою. Слава Тебе, Иисус. Мои великые достоинства. Моликое, мы ценим присутствие Твоим, наш Бог, на этом месте. Совершенство Твое не имеет границ, Я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилье мое утираешь с ресниц, Наполняешь меня верой, Я живую, я предвкушаю Красоту поклонения. Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. Совершенный Бог поклоняюсь я, Святостью своей осени меня. Тепло Твой согрей, Сила я дарит, Ничего не ценеет Твоей совершенной любви. Совершенство Твое не имеет границ, Я ценю каждый миг жизни с Тобою. Ты бессилье мое утираешь с ресниц, Наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю Красоту поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. Я наслаждаюсь, Я наслаждаюсь, Глубиной поклонения. Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. Совершенный Бог поклоняюсь я, Святостью своей осени меня. Тепло Твой согрей, Сила я дарит, Ничего не ценеет Твоей совершенной любви. Совершенный Бог поклоняюсь я, Святостью своей осени меня. Тепло Твой согрей, Сила я дарит, Ничего не ценеет Твоей совершенной любви. Я предвкушаю, Я предвкушаю поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. Я предвкушаю, Я наслаждаюсь, Глубиной поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. Я наслаждаюсь, Я наслаждаюсь, Глубиной поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. Я наслаждаюсь, Глубиной поклонения, Я наслаждаюсь, Глубиной поклонения, Я воздеваю руки к Тебе, Без страха и сомнения. О, мы воздеваем Тебе руки, наш Отец, Без страха и сомнения, Господь, с ожиданием, с верою, то, что Ты сильен, Бог, Аллилуйя, сегодня на этом месте, с силой Твоей, Ты пришел, чтобы обновлять нас, Ты пришел, чтобы наполнять нашу жизнь. И мы открыли при Тобой, Господь, мы желаем принимать, мы желаем принимать, мы желаем принимать, Аллилуйя, от Тебя, Аллилуйя, от Романа, от источника Твоей жизни, от источника благодати Твоей, освящение, обновление, новую жизнь, Аллилуйя, Аллилуйя, обнови нас, Господь, Аллилуйя, Роман, от Романа, пусть наши руки наполнятся, Аллилуйя, Глубина, от Романа, силой Твоей, Аллилуйя, жизни Твоей, Аллилуйя, поклоняюсь за Тебе, если поклоняюсь, я на всю своей осенью. Освятила Господь, освятила Господи, Аллилуйя, О, дай нам решить, Аллилуйя, Аллилуйя! Судьба, сделана Бог, твой только одни, 150 лет�� благодати Твоей, Аллилуйя, Аллилуйя, прав от Elle,ncaskай nouvelles в Towardку. Аллилуйя, Аллилуйя, Несут героев, Аллилуйя, ни не���ившись,rite сlished wird, негdevам, процентную любовь Твою, наш источникang Deal-1-2-1-1, мы так нуждаемся в Тебе, Господь, мы так нуждаемся в Тебе, Мы так нуждаемся в Тебе сегодня, Аллилуйя, Аллилуйя, о, только Твое обновление, только Твое освящение приносит жизнь, силу, победу, Аллилуйя, Тебе великий Бог, Рам, Белэ, Шитар, Балараман, наполни сейчас Твои присутствия в это место, Аллилуйя, прошу, Отец, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, пусть действие Духа Святого будет неограниченным, О, пусть действие Духа Святого будет мощным сейчас, как огонь, который сжигает все, Аллилуйя, что мешает нам двигаться вперед, всякое сомнение, всякое неверие, о, всякое основание, о, Рабе, Аллилуйя, наши слабости, Аллилуйя, о, всякий грех, Аллилуйя, Гербан, всякую зависимость, Аллилуйя, огонь Твой Отец, о, да сжигает сегодня на этом месте, Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святой, я прошу Тебя, я прошу Тебя, я прошу Тебя, драгоценный Дух Святой, Аллилуйя, сейчас, о, сейчас, сейчас, Аллилуйя, это время общения с Тобою, Господи, Аллилуйя, Аллилуйя, обнови нас, Аллилуйя, Твоей святостью, Твоей совершенной любовью, Аллилуйя, Твоим Духом Святым, Оживите нас, обновите нас. Пусть подчекут из нашей жизни, из нашего чрева реки живой воды. Аллилуйя! О, реки воды Твоей живой. Отец, да наполняет сегодня, да наполняет каждого присутствующего на этом месте. Аллилуйя! Властью имени Иисуса Христа. О, да будь разрушена! О, всякое непослушание, напрягнувение, о, всякие демонические атаки, да будь разрушены в жизни и судьбах людей. Пусть сердце будет открыто, аллилуйя, к общению с Тобою. Аллилуйя! Пусть сердце будет открыто, принять силу победы Твоей, силу победы Твоей. Аллилуйя! Аллилуйя! Ты совершенный, Господь! Ты совершенный, Бог! Аллилуйя! И мы поклоняемся Тебе! 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 Оно ощутимо, Аллилуйя, сейчас на этом месте, Аллилуйя тебе, Дух Святой, Аллилуйя, Ревеленте, Мане, твоя победа сейчас, о, совершается, во имя Иисуса Христа, Аллилуйя, в судьбах и в жизнях людей, Аллилуйя, Ес, мы открыты при тобой, Дух Святой, мы открыты для твоей работы, Аллилуйя, мы открыты сегодня, Аллилуйя, Гарбала, Рабалеке, Небадыш, чтобы сила твоя еще и еще совершалась в нашей жизни и в нашем служении. Слава тебе за эту Дух Святой, слава тебе, Отец, за то, что ты любишь нас, слава тебе, Господь, что ты оживляешь, освящаешь, согреваешь нас, слава тебе за это. О, все твои действия сегодня реально в этом служении, на этом месте, мы открыты про тобой, Дух Святой, мое сердце открыто, о, мой дух открытый, моя вера открыта сегодня, Аллилуйя, к чудесам твоим, Аллилуйя, к славе твоей, Аллилуйя, к действию твоему, Аллилуйя, Аллилуйя, во имя Иисуса Христа, мы воздаем тебе всю славу, Господь, мы воздаем тебе всю славу, Господи, и еще просим, Господь, еще прошу тебя, Господь, открой сердце наше, открой уши наши к принятию слова Твоего, принятию, Господь, Твоего огня, Твоей силы, Твоей святости, Твоей жизни, Открой наше сердце, открой наше сердце, открой наш дух во имя Иисуса Христа. Мы желаем быть Твоими детьми, аллилуйя, способными принимать все Твое благословение. Посему мы воздаем Тебе всю славу, честь, хвалу и поклонение. Достойный Ты наш Отец. Аллилуйя Тебе. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу, братья и сестры. Присутствие Господа реально сегодня в этом служении. Ощутимо на этом служении. И я, когда смотрю на вас, когда я вижу слезы на ваших глазах, когда я вижу ревность и жажду, я знаю, что Господь сегодня не пройдет мимо. Господь не пройдет мимо тех, кто сегодня от Него ожидает чудо, кто сегодня от Него ожидает благословения. Кто сегодня ожидает Его присутствия, ответов на своих нужды. Будьте ожидающими, братья и сестры. Господь сегодня на этом месте для того, чтобы отвечать. Святостью наполнит нашу жизнь. Согреть своей любовью, так как мы пели о этот чудесный псалом. Это то, что делает Дух Святой. Это то, что делает Дух Святой. Посему давайте будем иметь открытое наше сердце. Аллилуйя, ожидать Господа. Быть в Его присутствии. Принимать то, что Он как добрый отец приготовил для нас. Мы, как родители, мы всегда желаем для наших детей всего лучшего. Не так ли, братья и сестры? Правда, это так. И я хотел бы, чтобы вы также думали о нашем небесном Отце. Он желает для нас самого лучшего. И Он знает, как это сделать для тебя, для меня. Мы порою не имеем веры. Мы порою сомневаемся. У нас порою опускаются руки. Но Он знает. Он знает, как это сделать лучшим методом, лучшим путем, чтобы это было благословение для нашей жизни. У нас сегодня будет хлебопроломление. Мы будем участвовать в вот этой трапезе. И, конечно, мы называем вот это действие, ту заповедь, которую Господь, мы называем ее по-разному. Иногда мы называем ее, как хлебопроломление. Иногда мы говорим, это заповедь Господа нашего Иисуса Христа. Но мне нравится выражение, которое вставлено на страницах Священного Писания «Вечеря Господня». Что значит «Вечеря»? Когда собираются близкие друзья. В Евреи всегда было такое обычное, когда было какое-то особенное, ну, знаменательное событие, праздник, собирались самые близкие, самые дорогие, самые желанные, званные гости. И они вместе имели трапезу. То есть имели динер или ланч. И они вместе вот совершали вот такое время, вечеря общения. И почему-то в Библии называется это «Вечеря Господня». Названо словом «Вечеря Господня». И я бы хотел, чтобы сегодня на этом месте была вечеря Господа. Для каждого из нас. Вечеря Божия совершилась в твоем сердце и моем сердце. И когда я размышлял об этом, и я когда размышлял, я понял, насколько большая глубина сокрыта в этом. Когда я начал немножко исследовать, думать об этом, я нашел такой пример, когда, ну, Леонардо де Винчи, он написал такую картину «Лас Саппер». То есть последняя вечера, последняя или тайная вечера, говорили в нас Иисуса Христа своими учениками. И Иисус не так, как люди, Иисус не так, как евреи. Он туда не звал только самых желанных, самых близких, но Он собрал своих двенадцать, и одного из них того, кто предал Его. Он был в числе званых Его друзей, званых гостей, которые были с Ним на последней вечере, ту, которая для Него была приготовлена перед Его страданиями, перед Его смертью. И Он позвал того, кто предал Его. Это говорит о том, настолько велика Божья любовь. И когда я читал немножко, исследовав в этой картине, Леонардо де Винчи писал эту картину где-то приблизительно три года. Он писал эту картину. Он нашел образы всех учеников, образы Иисуса Христа и нарисовал. Образы Иисуса Он взял из... Этот человек был из хора, который в монастыре там служил, и человек, который пел в хоре. Но для него никак он не мог найти образ Иуды, предателя, который предаст его. И однажды, когда он длительное время искал образ этого человека, он приходил мимо и увидел пьяного человека. Это прошло какое-то время уже. И он поднял этого человека, взял и говорит, с него я сделаю образ Иуды. И к большому удивлению получилось так, что это оказался тот же человек, с которого Леонардо де Винчи писал образ Иисуса Христа. Так грех исказил его жизнь. Человек, который пел в церковном хоре. Человек, который знал Господа. Человек, который служил Богу. Но в итоге оказалось так, что он искаженный грехом. Он с него писал образ Иисуса Христа, а последствия образ Иуды. Образ того, кто предал Иисуса Христа. Настолько лицо его, настолько и вся его сущность была искажена грехом. Была искажена зависимостью. Но что мне нравится, что Иисус на вечерю свою призывал не только своих друзей, но он призывал тех, кто особенно нуждались в ее помощи. И я хочу поделиться одним Словом Божьим, которое записано, есть в Откровении Иоанна, Богослово. Это третья глава. И я прочитаю всего лишь один стих. Это двадцатый стих. Сествую у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечеря с ним. И он со мною. Когда Иисус Христос был своими учениками вот на этой, на своей последней, на последней, на тайной вечере, как мы говорим, и там находились все, что происходило на этой вечере. Когда ученики вечеряли, он дал для них откровение. Первое, он там омыл ноги своим ученикам. Второе, он сказал, что на этом месте есть человек, который предаст вам. Но и еще что-то сказал, что вы не бойтесь, я вас жду. Я предваряю на, вот преддверие этих страшных событий, тяжелых событий, я не оставлю вас. Это откровение, которое Господь явил своим ученикам, тогда, когда он находился в тайной комнате. И вот событие, которое состоялось, когда, когда Иоанн писал послание, то есть, через действие Духа Святого, через откровение Духа Святого, он писал послание ладикийской церкви. Он говорит, «Я стою от двери и стучу. И мое желание войти в твое сердце и вечеря с тобою». И вечеря с тобою. Иногда, когда Иисус стучит в сердце, бывает несколько причин, почему человек не открывает свое сердце. Или человек бывает очень занят. Занят какими-то вещами, занят какими делами, и он не может услышать Божий стук в его сердце. Или человек настолько, настолько закрытый, что он не может вообще услышать этот стук не только дела, но какие-то обстоятельства, но какие-то проблемы, но какие-то трудности закрыли, закрыли, закрыли просто нежный стук Господа в его сердце. Потому что его жизнь наполняется, возможно, какими-то проблемами, обстоятельствами, и он не может услышать этот нежный стук Господа. И потому я бы хотел, чтобы на этом месте на этом месте наше сердце было открыто к стуку к Божьему. К тому, как Господь стучит нашему сердцу. Почему Иисус стучал в сердце вот этой лагикийской церкви? Почему Иисус стоял у двери и стучал? Он хотел вечера с Ним. А когда я выше читал это место, я был изумлен. И то, о чем Иисус Христос писал, Он говорил о том, что ты говоришь, что ты богат, ты говоришь, что ты разбогател, ты говоришь, что ты ни в чем не имеешь нужды, но ты не видишь, что ты нищий, ты слепой, ты нагий, ты раздетый, ты этого не видишь. Я советую тебе купить у меня золото, чтобы богатиться, одежду купить, чтобы одеться. Я советую тебе взять у меня глазную мазь, чтобы помазать тебе глаза мои, чтобы ты мог видеть, как я это сделаю с тобою, как это произойдет. Я стучусь в твое сердце. Это может произойти только при одном условии. Когда я достучусь твоему сердцу, и когда ты откроешь двери для меня, я войду в твое сердце, и я буду вечеря с тобою. Вот когда будет вечеря с тобой со мною, когда ты будешь вечеря со мною, когда ты исполнишь вот это мое требование, вот это ты ответишь на мой стук. Если ты откроешь свое сердце, если ты откроешь свои двери, я войду туда, и я буду вечеря с тобою. Я тебе покажу. Иисус не так, как люди приглашают на вечерю самих близких, самих дорогих, самих знакомых, но Он иногда желает вечеря с такими, которые слепые, которые раздетые, которые все потеряли в своей жизни. Это для меня дает оптимизм, братья и сестры. Независимо иногда через что бы мы ни проходили, Иисус желает достучаться к твоему сердцу. Он желает вечеря с тобою. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашему Господу, братья и сестры! Он не так, как человек. Он не так, как мы порою судят о нас. Он судит о наших делах. Он судит о наших поступках. Он судит по наших действиях. Он стучится нежно в наше сердце. Аллилуйя! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, Иисус! О, слава тебе, Иисус! И Он говорит, когда я сяду с тобою, когда я сяду с тобой за один стол, я буду вечерей с тобою. И моя вечеря будет выражаться в том, что я тебе открою свою истину. Вы знаете, когда-то, когда мы были молодые, только поженились, и наши дети подрастали, и мы независимо собирались за стол, и мы иногда отчитывали наших детей, когда они что-то не так делали. А мама моя говорила, сынок, не делай так. Накорми сначала детей. Накорми, дай им пищу. Дай, чтобы они приняли все, чтобы они были сыты, довольны. И тогда говори. Вот так Господь делает. Он говорит нашему сердцу. Сначала Он накормит тебя. Божий ответ придут в твое сердце, когда ты позволишь Ему проговорить тебе, когда ты позволишь Ему дать тебе свою пищу. Божий ответ твою жизнь приходит тогда, когда ты принимаешь Его пищу, когда ты принимаешь Его Слово, когда ты принимаешь Его откровения, когда ухо твое не глухо, когда ты неожесточенный, когда ты напитался, когда ты наполнился, Он тогда начинает говорить себе. И потому мы в церкви проповедуем, и потому в церкви читается Слово Божие, что мы были принять Божие откровения для нашего сердца, для нашего сердца. И вечеря с Господом это не только вот это, то, что мы видим, видимая заповедь, которую мы совершаем. Это важно, это необходимо, но я верю, что Иисус сегодня на этом месте хочет больше, хочет больше. Он сегодня желает, чтобы ты не стал частью этой видимой заповеди, но ты позволен Ему вечерять с тобою. Аллилуйя, аллилуйя, чтобы ты позволил Ему проговорить твоему сердцу и принять Его Слово. Ты говоришь, что ты богат, да, ты богат, вот посмотри, какое твое богатство. Ты говоришь, что ты ни в чем не имеешь нужды. Но вот смотри, твое состояние, смотри, твое состояние. Однажды, когда пророк Илья, великий Божий муж, когда пришел момент Великой Победы, после того, когда он по Слову Божию произнес пророчество, и не было на земле дождя, не было дождя, написано 3 года и 6 месяцев, не было дождя на земле. И потом, по Слову Пророка Божию, пошел дождь. Но дождя еще не было перед тем, был момент, когда он явился, Ахава сказал, я хочу сегодня показать, кто есть Господь. И когда они собрались там, и он явил чудеса свои, и не спал огонь, и он убил пророков Вааловых, и когда большая победа, он радовался, и вдруг он получает от Елизавели письмо. Но ты или я, а я или Елизавель, она так сказала, я тебе клянусь, это я своими словами говорю, я тебе клянусь, так как ты поступил с этими пророками, я так поступлю с тобою до завтрашнего дня, я так же поступлю с тобою. И пророк Божий убежал. Он пошел в Версавию, оставил своего отрока там. Это город Версавия, там, где был на самом юге Израильского царства. Оставил своего отрока сам, а сам пошел на день пусти в пустыню, без воды, без пищи. Мне приходилось недавно быть в Израиле, я знаю, какая там жара в пустынях. Насколько там тяжело выжить. Но пророк Божий пошел в таком смятении. Господи, возьми душу мою. Мне уже это, я не могу это. Я не знаю, как я переживу это серьезно. Она не шутит, если она сказала, она это сделала. Лучше ты возьми мою душу. И пришел, сел у мужевелого коста. Там такие низкие кустики растут. И он сел там и заснул. И будет его ангел Божий. Илья, покушай. Вот от Бога тебе пища. Покушай, прими эту, повечеряй. И Илья покушал, написано, и опять заснул. Потом второй раз будет его ангел. Илья, покушай. Тебе еще дальняя дорога. Вот откровение для тебя. Я с тобой делю вот эту пищу, потому что для меня есть откровение. Для твоей жизни тебе предстоит еще дальняя дорога. Ты должен идти, ты должен помазать, ты должен совершить еще много служения. У тебя дальняя дорога. У тебя еще много служения. Это не конец твоей пути. Это не все, что ты сделал. То, что сказала Ивелизмель, забудь за это. Она человек. Она женщина. Она хочет это сделать, но это не состоится. Вот сегодня я даю тебе откровение. Тебя еще есть служение впереди. И он, подкрепившись этой пищей, набравшись силы, шел, написано, 40 дней до горы Божьей Харива. Там, где Бог с ним говорил. Там, где Бог давал ему свое откровение. Аллилуйя, братья, сестры. Я хочу, чтобы наше сердце сегодня было открыто. И я хочу, чтобы в нашем сердце вот так было, как в пророке Ильи жажда. Господи, Господи, у меня еще есть путь. Когда ты вечеряешь с ним, он желает тебе открыть свое сердце. Он желает показать тебе не только на свои недостатки. Он покажет тебе на твои недостатки. Но он желает тебе открыть свое сердце, чтобы помочь тебе. Чтобы скорректировать твой путь. Чтобы направить тебя вперед. Чтобы ты мог двигаться с ним. Это то, что Господь делает. Второе, что он делает. Он хочет с тобой разделить свое сердце. Когда он вечеряет. Он хочет сказать, сын мой. Да, я знаю тебе, трудно. Да, я знаю тебе, тяжело. Но у меня еще есть планы для тебя на земле. Это не все, что ты совершил. Я не хочу, чтобы ты жил только для себя. Я не хочу, чтобы ты жил только в свое удовольствие. У меня для тебя есть планы. Примешь ли ты мои планы? Войдешь ты в мои планы? Будешь ли ты совершать мое служение? Вот я тебе предлагаю сегодня за столом, когда мы вместе вечеряем. Я хочу открыть тебе свои планы. И будешь вечерять с ним, а он с тобою. Аллилуйя. И буду вечерять с ним, а он со мною. Ты будешь с ним вечерять. Это будет прекрасная вечеря. Я помню в жизни моей было много моментов таких вечерей, когда Господь со мной говорил. Открывал мне свое откровение. Я никогда не забуду тех моментов, когда я один на один стоял в комнате перед ним. И говорил, Господь, ты меня в молодых годах такой даешь откровение. Я не знаю, как я смогу, но Бог что-то открывал мне. Когда он вечерял со мною, он открывал большую картину моего служения, моего будущего, моего пути. И я со слезами говорил, Господь, если ты дашь мне силы, если ты поможешь, я пойду. Я буду делать все, что ты хочешь. Но хочу, чтобы Дух твой святой, я хочу, чтобы твоя пища всегда, она оживляла и наполняла мое сердце. Братья и сестры, это важно. Это важно и необходимо. И я хочу, чтобы мы сейчас поднялись. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились еще. И я хочу, чтобы мы помолились о том, чтобы, если в Тебя, в Твоей жизни были моменты, Ты давно с ним не вечерял. Тебе было трудно. Ты не знаешь, Ты находишься в смятении или в борьбе, или в трудности. Сегодня скажи Ему, Отец, я хочу вечеря с Тобою. Иисус, я хочу вечеря с Тобою. Я хочу, чтобы Ты разделил вечерю со мною. Чтобы Ты открыл опять то, что в Твоем сердце, скорректировал пути мои, чтобы Ты помог мне. И когда Иисус повечерил, там написано в Откровении в конце, Побеждающий, побеждающий, дам сесть со мною на престоле. Побеждающему дам сесть со мною на престоле. Он будет вкушать со мною, когда мы придем в Царство новую пищу, благословенную пищу. Давайте помолимся сейчас, братья и сестры, чтобы это было просто служение, наполненное Духом Святым. Аллилуйя, чтобы Господь сегодня говорил Твоему сердцу, если Ты здесь с Ним давно не вечерял, приди в Твою комнату и проси сейчас, «Осподь, оживи меня! Господь вечеря со мною, наполни мою жизнь!» Во имя Иисуса Христа молимся. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Я благодарю Тебя, Отец, я благодарю Тебя, Отец, что Ты сегодня предлагаешь нам вечерю, Господь. О, я благодарю Тебя, Господь, что в жизни мой был момент, когда Ты прикасался, и я мог вечеря с Тобою. Аллилуйя, во имя Твое, Стоя, я прошу Тебя сейчас, благослови, благослови церковь Твою, братья и сестры моих, всех присутствующих на этом месте. Мы желаем быть с Тобою, мы желаем вечеря с Тобою, мы желаем быть наполнены Духом Твоим и силой Твоей. Помоги нам, Господь, помоги Ты нам, Господь. Ал-барабал-гар-балараман. Помоги нам, Господь, услышать голос откровения Твоего. Помоги нам, Господь, время от времени иметь моменты такого близкого общения с Тобою, такого близкого разделения трапезы с Тобою, чтобы Ты мог вести нашу жизнь, чтобы Ты мог наполнять нашу жизнь, чтобы Ты мог корректировать нашу жизнь. Благословим нас в этом. Мы нуждаемся, Господь, Мы нуждаемся, Господь, Арбаларамане. И когда мы будем прикасаться к Твоей видимой заповеди, Господи, я прошу Тебя, пусть наше сердце будет готово. Аллилуйя, получив ответ от Тебя и благословение от Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови Ты нас, Господь. Благослови Ты нас, Господь. Всегда слышать голос Твой, когда Ты желаешь вечерять с нами. Когда Ты желаешь разделить вечерю с нами. Аллилуйя, чтобы наше сердце было открыто, чтобы нам вечерять. И Ты сказал, буду вечерять с Ним, а Он со мною. Аллилуйя, Ты разделишь нам эту вечерю, Господь. Слава Тебе за это. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе за это, Отец. Слава Тебе за это, Отец. Аллилуйя. Дух Твой, Святой, дотрудится в собрании народа Твоего. Дух, Святой, дотрудится, когда мы находимся дома, когда мы находимся на работе, когда мы находимся в трудных обстоятельствах жизни. Позволь нам, Аллилуйя. Аллилуйя. Находить момент, находить время, уделять время среди суеты. О, чтобы Ты мог достучаться к нашему сердцу. И позволь нам разрешить Тебе открыть наше сердце. И вечеря с Тобою. Я благодарен Тебе за Слово Твое. Я благодарен Тебе за благодать Твою, и Дух Святой. Слава Тебе, Отец. Аминь. Присядьте буквально на несколько минут. Мы будем приступать к причастию. Но я хотел бы несколько слов пригласить нас к этому. Читаю Иван Леяна, 6 глава, 32 стих. Иисус же сказал им, Истина, истина, говорю вам, Не Моисей дал вам хлеб с неба, А Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, Который сходит с небес И дает жизнь миру. На это сказали ему, Господи, подавай нам всегда такой хлеб. Иисус же сказал им, Я есть хлеб в жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, И верующий меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, Что вы и видели меня, И не веруете. Хотел бы несколько сказать об этой истории прочитанной. Иисусу пришли те люди, Которые вчера, только вчера были на особенном собрании. Это они видели, не только видели, Но были участниками большого чуда, Где Христос сделал пять хлебов и несколько рыб и преломил и накормил пять тысяч человек. И вот эти люди снова пришли в собрание. Хорошо, что пришли. Иногда я встречаю людей, которым Бог благословил. Когда-то мы особенно вели такие молитвы, служения, Когда приходили туда многие люди с болезнями, разными зависимостями. И Бог являл свою славу. Иногда я думаю, на следующей неделе, кто же придет снова. И точно я вспоминаю, кто был в прошлый раз, кому Бог явил благословение. И смотрю, думаю, этот человек точно будет. И братья не дадут мне соврать. И тот, кого Бог благословил больше всего, Иногда именно эти не приходят. Именно эти уже получили то, что хотели, И пошли жить своей жизнью. Так вот, они были частью большого праздника. И снова пришли к Иисусу. Они нашли Его. И это было хорошо. Но Христос увидел их не сердце. Он нашел, что мотив, причина, цель, По которой они нашли Его, Она совсем была неправильна. И поэтому Он обращается к ним словами. Он пытается людям рассказать о себе. И Он говорит, что самое главное, Вы не поняли, люди, Не поняли цель Отца Небесного, Божью цель. Братья и сестры, могу я задать для вас вопрос? В чем цель христианства? Ради чего умер Христос? Да, вы скажете, простить грех. Точно. Да, вы скажете, исцелить. Точно. Но самая главная цель, Иисус об этом сказал, Самая главная цель, Чтобы тебе дать жизнь Божью. Поэтому Он говорит, Я есть хлеб, Сжедший с небес. Он говорит, нет, нет, Вы неправильно поняли. Моисей не дал вам хлеб с неба. Отец Мой Дает хлеб Божий. Божий хлеб – это тот, Который придет на землю И даст жизнь миру. И эти слова открывают сущность, Цель, цель Божья, Чтобы ты жил жизнью Божьей. Я иногда думаю, Как это возможно? Иногда двоих живут в одном доме, Муж и жена в одном доме, Спят в одной постели, Кушают с одной тарелки, А на жизнь смотрят по-разному. Как Богу дать нам свою жизнь? Как ее дать? Как ее передать? Как ее сделать так, Чтобы именно в твоем разуме, В твоих чувствах, В твоих сердечных переживаниях Была не просто какая-то праздность, Не просто человеческое, земное, Но Божье. И поэтому Христос говорит, Бог даст вам хлеб. Они опять не поняли. Иисус, подавай нам такой хлеб. Пусть привозит нам булочная машина, С хлеба пекарни, Чтобы мы не пекли, Чтобы мы ничем не занимались. Он говорит, вы не поняли, Это я, хлеб жизни. Приходящий ко мне, Братья, приготовьтесь, и мы будем начинать. Приходящий ко мне не будет алкать, И верующий в меня не будет жаждать. Братья и сестры, Я хотел бы, чтобы эти слова, Они помогли нам сегодня участвовать Вот в этом причастии. Прошлый месяц, Тема нашего месяца для всей церкви, Для всех нас, Кто помнит, какая была тема, Научиться любить, Как любит Христос. Это было для февраля. Я знаю, что многие из вас постарались в этом упражняться. Кто-то, возможно, не успел. Но сегодня я хочу объявить новую тему На март месяц. На март месяц мы будем расти Возрастом, которым рос Христос. И поэтому я и цитирую эти слова, Бог желает дать жизнь, Ту же самую жизнь, Которая была в нанесенных небесах, Которая есть в Боге, В сердце Отца, Которая есть в Сыне Божьем. Это жизнь для тебя. И поэтому мы будем расти. Целый месяц мы будем упражняться, Чтобы расти или возрастать, Как возрастал Христос. Для этого мы приготовили серию проповедей На каждое воскресенье. Поэтому прошу вас, Старайтесь не пропускать собрания. Если вам нужно пропустить, Обязательно послушайте. Ну а сейчас я приглашаю вас подняться. Давайте мы, Братья, придите. И мы будем преломлять хлеб. Кто-то возьмет микрофон. Братья и сестры, еще раз хочу цитировать слова, Которые я прочел. Люди думали, что хлеб – это что? Это что-то. Это некий ресурс, Это некий сабстен земной. Но Христос поправлял их не один раз. Хлеб жизни – это ничто. Это кто? Христос сказал, Приходящий ко мне не будет алкать. Мне кажется, что он имел в виду, Что причастие, Сущность причастия – Это приближаться к Христу. Приходящий – Это не единственный вариант. Это множество, Это продолжительность. Это незаканчиваемый процесс. Поэтому сегодня для каждого из нас Эти слова являются путем веры. Теми словами, По которыми Петр шел по воде. Сегодня Христос, Приходящий ко мне, Он не будет алкать. Аллилуйя. Я верю, что Христос, Когда в ту ночь, Которую преданную взял хлеб, Он имел именно это, Что я, Вот мое тело за вас сломимое, Вот жизнь, Для которой вы призваны. Поэтому сегодня Приближайся к Господу. Причащайся от Него. Пусть твое сердце, Твой дух Настолько приближится к Богу, Так, чтобы ты мог взять Этот хлеб Свои уста И прославить Господа. Господь, Отец Небесный, Я говорю тебе, Что ты послал нам хлеб, С неба хлеб, Хлеб Иисуса, Сына Твоего, Хлеб, А воочем, Хлеб, который дает жизнь миру, Хлеб, который дает жизнь миру, Хлеб, который дает жизнь мне, Хлеб, который дает жизнь моим детям, Хлеб, который дает жизнь этой церкви, Хлеб, который дает жизнь каждому из нас, О, Боже мой, Каждому, кто приблизится к Тебе, Ты дашь Жизнь. Я прошу Тебя, Благослови этот хлеб. Благослови церковь сегодня. Дух Святой, Мы действительно хотим Жить. Жить Тобой. Жить небом. Жить сердцем нашего Отца. Мы действительно в это верим. Мы верим, что для Тебя нет ничего невозможного. Это так чудесно. Это так величество. Когда люди на земле, Когда обычный человек Начинает жить жизнью Божьей. Жизнью, которую дает Христос. Дорогой Иисус, Каждый, кто возьмет сегодня хлеб, Кто приблизится к Тебе, Я прошу Тебя, Сделай нас живыми, Бог. Пусть произойдет это чудо, 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 Когда Слово стало плотью. Пусть сегодня Слово станет реальностью нашей жизни. Пусть сегодня Слово станет реальностью нашей жизни. Мой Господь, спасибо За меня Ты жизнь отдал. Все грехи на крест забрал, Любовь мне дал, Пролив всю благодать. За любовь спасибо За раны на твоих руках Тобой омытом жизнь моя. И знаю я, Ты навсегда Пусть сегодня Слово станет реальностью. Пусть сегодня Слово станет реальностью. Пусть сегодня Слово станет реальностью. Пусть сегодня Слово станет вообще Постblo Senhorи и Господь. Пусть сегодня Слово станет реальностью. Пусть сегодня с ARM voting Пусть сегодня с Hertz Агнец в небесах Настоит честь принять. Мой Господь, спасибо за меня. Ты живи за нам, все грехи нахрен забрал. Любовь не дав, дарил всю благодать. За любовь спасибо, за раны на Твои руках. Тобой я выдал жизнь своя. И знай, аллилуйя, Ты навсегда простил меня. Агнец в небесах вознесет на трон. Таранова навека поверьте праведом. И я всю хвалу, и я всю хвалу. Ты, Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус. Агнец в небесах Ты, Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус. Ты, Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус. И Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус. Ты, Божий Сын Иисус, Божий Сын Иисус. Господом нашим, спасителем нашим, Царствуй над нами, Царствуй в этой церкви, Царствуй в наших мыслях, Господствуй в нашем теле. Тебе слава, Тебе слава, Тебе слава, Тебе слава, Тебе слава, Тебе слава. Агнец Тебе слава. Церковь, поднимите руки пред Господа. Еще раз поклонитесь Ангцу Божьему. Скажите Ему ваши слова любви, ваши слова веры. Время веков победит правитой. И я всю хвалу, Божий Сын Иисус. Подарок небесный был на спряхе. Агнец Тебе слава, Божий Сын Иисус. 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 Огнец небеса, достоин честь принять. Ты достоин, ты достоин, огнец небеса, достоин честь принять. Агнец, Иисус, так много невысказанных внутренних глубоких переживаний, любви и благодарности, поклонения Тебе, Агнец. Мы любим Тебя, мы чтим Тебя, мы уповаем на Тебя, надеемся на Тебя. Мы сильны Тобой. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе! Ты стал полнотой для церкви. Аллилуйя! Ты сделал нас Твоей полнотой. Аллилуйя! Поклонение Тебе, хвала Тебе, слава Словия Тебе. Писание говорит, Христос говорит, что верующий в Меня не будет жаждать. Мне кажется, что Христос приглашает не только прийти к Нему, не только принять Его хлеб, но Он говорит о чаше, о Новом Завете, о том, что принадлежит сегодня народу Божьему, о том, что даровано Тебе, Господом по благодати. Но для этого нужна вера, верующий в Меня. Сегодня Ты можешь пить не только Твоими губами, но Твоей верой. Аллилуйя! Христос приглашает Тебе к этому, призывает Тебе к этому. Символом, образом является чаша, которую держат сегодня братья. Христос об этой чаше сказал, эта чаша есть снова Завета в Моей крови. Пить из нее все. Но мало пить, просто побрядность. Нужно пить верой. Сегодня на основании Слова Иисуса, я хочу сказать Тебе, Ты можешь утолить всякую жажду. А воочий. Пей сегодня верой. Пей сегодня верой. И пусть глаза Твои будут открыты, чтобы Ты видел пред Собой Господа. Израилю когда-то нужна была очень вода. Они оказались в пустыне, запертые пустыней, где не было воды. Так нужно было для жизни вода, пить. Когда Моисеева звал, то из камня написано потекла вода. Павел открывает нам завесу и рассказывает, что это не был камень. Это был Христос. Аллилуйя. Сегодня Тебе принесут не просто чашу. Сегодня Ты имеешь возможность пить от самого Иисуса. Аллилуйя. Все, что Тебе так нужно. Все, что к чему тянется Твоя душа. Возможно, Твои губы потрескались от жажды. Но Ты в правильном месте. Ты можешь пить. Потому что Христос сказал, верующий меня не будет жаждать вовек. Отец, мы благодарим Тебя. Благодарим Тебя. Поклоняемся Тебе. Превозносим Тебя. Превозносим Тебя. Превозносим Тебя, Господь. В наших руках сегодня чаша. В наших руках сегодня чаша. Мы призываем благословить эти чаши. И именем Иисуса Христа благослови. И более всего, я прошу Тебя, благослови сегодня, народ Божий. Пусть, Господь, народ Твой, народ Твой сегодня, Господь, получает благодать от Тебя. Да напьется сегодня от источника жизни, от Господа, от Иисуса. Пусть всякая жажда будет удалена сегодня. Во имя Иисуса. Тебе слава за все. Аминь. Несите, служители, чашу Нового Завета народу Божьему. Пусть, скажет, слабый я силен. Скажет, бедный я богат. И скажет, вижу тот, то свет. Все это сделан Бог во мне. О-е-е-е-е-е. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты ты распят, но вновь воскрес. Пойду к реке живой воды, где ты омыл грехи мои. Милос Божью и любовь мне явил Спаситель мой. Поднимусь я из глубин, найду я жизнь в руках твоих. Буду петь, что во кресте, к новой жизни я воскрес. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. О, поднимусь я из глубин, найду я жизнь в руках твоих. Милос Божьей, что во кресте, к новой жизни я воскрес. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, будем петь Иисус тебе. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, ты мы распят, но вновь воскрес. Асана, Асана, скажет личу тот, кто свет. Все это сделано, Бог поменит вам. Асана, 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 мы распят, но вновь воскрес. Асана, 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 мы распят, но вновь воскрес. Ассана, Ассана, будем петь Иисус Тебе. Ассана, Ассана, любви раскат, но вновь воскрес. Пойду к реке живой воды, где Ты омыл грехи мои. Милость Божью и любовь мне явил Спаситель мой. Поднимусь я, найду я жизнь, найду я жизнь в руках Твоих. Пойду к реке, что во Христе, новой жизни я воскрес. В Твоих руках, Господи, я найду жизнь в Твоих объятиях, Господи. Есть блаженство, которое называется жизнь. Отец, сегодня мы благословляем друг друга Твоим святым именем. Братья и сестры, каждый раз, когда мы участвуем в причастии, мы желаем следовать подвигу или примеру Иисуса Христа. Он страдал ради кого-то, платил цену ради кого-то. Поэтому сейчас братья проходят с такой коробочкой. Там есть имена людей, которые записаны на этой стене. Это имена людей, которые нуждаются во спасении. Пусть каждый день в Тебе найдется несколько минут, чтобы Ты склонен свои колени, пришел к Богу ходатайственной молитве веры. Чтобы через Твою молитву и Твое ходатайство очень скоро этот человек был в числе спасенных людей. Аллилуйя! Поэтому возьмите два имени, одно, два, сколько Вы можете, и молитесь. Найду я жизнь в руках Твоих, буду петь, что во Христе, к новой жизни я воскрес. Асана! 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 Будем петь Иисус Тебе! Асана! 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 Будем петь Иисус Тебе! Асана! 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 Слава Тебе! Асана! 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 Слава Тебе! Слава Тебе! Асана! 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 Аблин, Паплана! Паплана! Иисус Тебе! за участие в трапезе, за воспоминание о Твоем подвиге, что мы сегодня можем быть благодарными Тебе. Ты так много совершаешь для нас, каждый день, каждое мгновение. Это Твоя великая любовь, это Ты, Бог любящий, милостивый и праведный, который стал жертвой за нас, и сегодня мы прославляем Тебя, Бога живого. Обильно благослови народ Твой, быть верным завете с Тобою. Ты никогда не нарушаешь завет Твой, а нам помоги, дай им силы, быть светом Твоим, быть письмом благоуханным, чтобы каждый в нас видел Тебя, Бога живого. Иисус, благослови народ Твой, верить, любить, доверять Тебе, быть послушными Тебе и прославлять Тебе достойно. В руки Твои мы отдаем Себя и дома, наший Господь. В руки Твои, Бог Святой, мы предали души наши, и мы верим, дело начатое спасение. Ты завершишь до конца, и мы будем там, на небесах, Господи, с радостным кликом, с радостным лихованием, с радостными песнями восхвалять Тебя за все дивное и чудное, что Ты делаешь в нас, и в семьях наших, и вокруг нас, благослови обильно нашу церковь. Я благодарен Тебе за хлеб Твой, Господи, я благодарен Тебе за Слово Твое, что еще и сегодня оно звучит нам, и сегодня Ты, Бог, милующий и благословляющий. Воздай, Господь, воздай многими благами всем, кто поклоняется Тебе и ходит перед Тобою. Твоя рука и Твои глаза добудут над нами, и будь благословен, Отец и Дух Святой. Аминь. Аминь. Очень хорошо. Аминь. 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 Слава Иисусу, братья и сестры. Приглашаю наших братьев Ашеров. Пожалуйста, пройдите, и это будет возможность для всех вас, чтобы выразить вашу веру, вашу искренность, вашими финансами. Пусть Бог благословит вас в этом. Хочу сделать несколько важных объявлений. Значит, сегодня вечером, в вечернем собрании, в 6 часов, у нас будет годовое отчетное членское служение. Когда вы входили в церковь, вы, возможно, заметили, там есть брошюрки, где напечатан отчет, и финансовый отчет, и отчет отделов, и немножко моих каких-то мыслей. Поэтому, пожалуйста, возьмите, и вечером у нас будет возможность побыть вместе. Я знаю, что многие из вас не очень вам нравится ходить на членские собрания. Ну, что там, думаете, вот, что там, слушайте, там все хорошо у нас, в церкви вроде бы все спокойно, нормально. Да, это правда, что спокойно, нормально и хорошо, но очень здорово, если вы придете, потому что важно, чтобы церковь нажила жизнью церкви. Поэтому прошу вас, обязательно, будьте сегодня вечером. Следующее объявление, что у нас приближается женский молитвенный кем. 14 по 16 марта будет проходить женский молитвенный кем. Дорогие сестры, обращаясь к вам, это прекрасная возможность для вас, побыть вместе, вашим женским таким составом, в вашей среде, в общении. И всегда Бог благословляет такие мероприятия. Но не только хочу обратиться к женщинам, хочу обратиться к вам, братья. Братья, посмотрите все внимательно на меня. Вот что я подумал и даже услышал, что многие братья настолько сильно любят себя, что не готовы отвысить свою жену на молитвеннике. Вам так хочется, чтобы ваша жена была всегда рядом, всегда вместе, проживала только вам, как собственники, как где-то контролеры, гастролеры. Поэтому, братья, если вы хотите что-то сделать приятное, если вы по-настоящему любите вашу жену, то вы ее благословите, чтобы она поехала. И не только благословите, но сделайте все возможное, чтобы она поехала. Чтобы на работе отпустили, если она работает. Чтобы нянечку найти, если она дома с детишками. Потому что вы сделаете особенное благословение для вашей жены. Она поедет, побудет в кругу своих подруг, сестер, в присутствии Господа. Там будет множество служений, общения. Вы сделаете просто классный подарок для вашей любимой. Поэтому сделайте это. И вы об этом никогда не пожалеете. Это я вас уверяю. Надеюсь, что вы услышали меня, братья. И больше мне никогда не придется об этом говорить. Спасибо. Следующее объявление, что у нас приближается также молодежный молитвенник. Кемп, который пройдет с 4 по 6 апреля. Дорогая молодежь, пожалуйста, начните записываться уже сегодня. Я буквально эти дни был вместе с нашими подростками на молитвенном подростковом кемпе. И знаете, что я пережил? Я пережил потрясающее благословение. Больше 80 подростков. Это не молодежь, это подростки. И они как взрослые. Ходят в собрания. Садятся с Библиями. Слушают проповедь. Выходят на молитвы. Лично. Делают шаги веры. За них молятся, благословляют. Я просто смотрел. Ну вот, когда они занимаются сучки, это целая церковь. Поэтому я прошу вас, молитесь за подростков. Молитесь также за молодежь. Но молодежь для вас. Этот кемп организован. Поэтому обязательно запишитесь у Джулы и Суярков в лабе. Вот. И еще одно объявление. Во время, кто из вас был в эти дни, во время поста и молитвы, на одной молитве, Господь просто проговорил ко мне, чтобы мы начали в церкви школу служения. Вот. И поэтому хочу сделать объявление для всех. 12 марта, вторник. Это будет через 10 дней. Мы будем иметь такой orientation. Мы об этом больше скажем в следующее воскресенье. Ну а больше информации вы сможете получить, когда вы придете 10-го, ну, 12-го марта. Это вторник будет вечером. И мы будем иметь такое общение, где мы представим вам вот школу служения. Я верю, что это будет полезно, очень практично для многих из вас, кто желает найти себя в служении или улучшить свое служение. Поэтому уже об этом молитесь, уже об этом планируйте, думайте, как вы можете стать участниками, чтобы найти свободное время и тому подобное. Вот. Вот на этом все наши объявления. Еще одно объявление, что завтра будет женская молитва в 7 часов вечера. Поэтому, дорогие сестры, пожалуйста, присоединяйтесь. А сейчас брат Владимир, он пригласит нас к молитве за нужды. И мы... Слава Богу за служение, за слово. Иисус есть хлеб жизни. И он говорит, ядущий меня будет жить мною. Мы живем Иисусом Христом. Каждый день в нашей жизни, как мы нуждаемся в хлебе, мы нуждаемся в нем еще больше. Слава Богу. Есть несколько записок с нуждами. И я представил, почему люди пишут эти записки. Потому что они сидят в церкви, рядом с ними, слева, справа, братья, сестры. И приходит в ее жизни момент, когда приходит нужда, какой-то вопрос, какая-то сложность приходит. И им тяжело одним нести. И тут они вспоминают, что вокруг меня сидят братья и сестры, моя церковь. И они пишут, чтобы мы присоединились к ним. И, конечно же, мы станем частью сегодня, чтобы принести эти нужды Господу. Кто-то пишет о брате Ярославе, который в Украине живет. Он будет иметь операцию. И просит, чтобы мы помолились вместе, чтобы Господь благословил руки врачей. И было все устройство в этом. Сестра Оля просит за свою сестру, которая должна предстать перед судом. И сестра Оля просит нас присоединиться в молитве, чтобы Господь явил милость к ней через судей. Она верит в силу молитв у детей Божьих. Также жена просит за мужа здоровья. Завтра он должен предстать встречаться с доктором, чтобы сам Господь сделал все, чтобы его здоровье было восстановлено, чтобы Господь коснулся его и исцелил. Помолимся за этого мужа, которого имя мы не знаем, но пусть все мужья будут здоровы во имя Иисуса Христа, также и жены. Есть несколько человек, которые имеют дни рождения. Здесь поздравляют Викторию Петренко. Сегодня ей исполнилось 14 лет. Это здорово. Виктория, мы приглашаем тебя вперед, чтобы помолиться за тебя и благословить тебя. Также жена пишет записку за своего мужа. Она называет его дорогим мужем. Это Андрей Сприха. У него был день рождения на этой неделе. Так что давайте мы за него тоже помолимся, благословим его. Андрей, приходи, пожалуйста, вперед. И вообще, у кого не назвали имена у вас день рождения, приходите. Это хороший случай, когда вы можете предстать перед церковью, и служителя приходят молиться, и вся церковь – это благословение. Не всегда так получается, но это как раз хорошая возможность, чтобы получить это благословение. Если у вас есть день рождения или какой-то другой юбилей в вашей жизни, приходите, пожалуйста, а мы все давайте встанем. И нашей искренней, сердечной молитвой благословим наших друзей, помолимся за эти нужды. Александр Черницкий имеет день рождения тоже. Мы приглашаем вперед, пожалуйста. Мы желаем помолиться за тебя, Александр, и благословить тебя. Дорогой Господь наш Иисус Христос, Ты есть хлеб в жизни, шедший с небес. Ты есть Бог наш. Ты есть наш Отец любящий. И слава Тебе, слава Тебе за это собрание, за наше участие в трапезе Твоей, за то, что сегодня мы могли исповедовать, подтверждая нашим участием, что мы любим Тебя, что мы нуждаемся в Тебе, что Ты есть наш Спаситель. Господь, слава Тебе за все. Мы прославляем Тебя нашими устами, мы прославляем Тебя нашей жизнью. Мы желаем, чтобы Ты прославлен был в каждом дне нашей жизни. И, Господь, и помоги нам ходить Твоими путями, помоги нам питаться Твоим хлебом, помоги нам, Господь, быть исполненным Духом Святым, чтобы жизнь наша, она отображала Твою славу. Господь, и имя Твое стало известным через нас для окружающих во имя Иисуса Христа. Благослови, Господь, всю церковь. Да будет благословен каждый в своем доме, на своих работах, в своей повседневной жизни, в служении. Да будет благословен народ Твой, исполнен всяких дарований. Господь, и пусть ходит путями Твоими, и будет Господь Твоим народом навсегда. Во имя Иисуса Христа благословляем друг друга в этот час. Благословляем тех, кто имеет день рождения. Андрея, Викторию, Александра, всех тех, кого они назвали имена. Господь, ну мы благословляем их именем Твоим святым. Да будут они благословенны, да будут они здоровы, да будут они успешны, да будут они водимы Духом Святым. Да будет жизнь их полноценной, исполненной, Господь, Твои, Господь, дарований, чтобы они в призвании Твоем оказались верными и благословенными. Во имя Иисуса Христа мы благословляем всяким Твоим благословением в ихней жизни. Господь, приди на помощь всех нужных, о которых мы слышали. Этот брат Ярослав там в Украине, операция пусть пройдет успешно, пусть придет от Тебя ответ. Да будет он здоров во имя Иисуса Христа. Этот муж, которому предстоит встреча с врачом, его беспокоит что-то, Господь, да будет он исцелен. Господь, да прославит он Твое святое имя за то, что Твоя рука коснется его и исцелит его. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя, Господь, также за эту сестру, сестру нашей сестры Ольги, которой предстоит суд Божий. Да явится милость Твоя, Господь. Да придет от Тебя ответ. Да придет от Тебя милость, Господь. Мы призываем Твое благословение. Пусть устройство во всем сопутствует ей. И пусть, Господь, она познает, что Ты есть Бог, живой, любящий, спасающий, прощающий, милующий. Слава Тебе, Господь. Да будет благословен весь народ Твой, когда мы разойдемся с этого места. Мы желаем оставаться в Твоем присутствии и всегда чувствовать Тебя в нашей жизни, в нас, рядом, Господь. И жить Тобою. Да будет благословен народ Твой, когда они соберутся на ячейки свои, когда они соберутся на молитвы свои, когда они пойдут, чтобы вместе служить кому-то, когда народ Твой, Господь, примет Твое призвание, и пойдет, Господь, чтобы исполнить, Господь, то, к чему Ты призываешь их. Да будут они благословенны. Господь, это Твой народ, это Твои дети, это Твои возлюбленные, Господь. И да исполнят они Твое предназначение для их жизни. Во имя Иисуса Христа благословляем друг друга, поклоняемся Тебе и превозносим Тебя, Господь. Ты достоин славы, наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего, Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Благословения вам, братья и сестры. Благословения вам, братья и сестры.